Сегодня мы поговорим про 85-ю страницу трактата Эрувин. И здесь тема, которую я затронул, была для меня очевидной. Иногда вот я думаю долго над страницей Талмуда, что бы такое вам рассказать интересное. Вот предыдущая страница, с 84-я, у меня создало много проблем. Я сначала думал рассказать вам пару загадок из книги Рава Зилбештина, о которой я уже говорил когда-то, а потом, когда уже сделал урок, нашел более интересную тему и обсуждал там Ермолку на предыдущем уроке. И этот урок я в результате поместил на интернет. А сейчас вот к этой странице у меня не было никого вопроса, какую тему я хочу здесь затронуть. А именно эта тема имеет большое отношение к нам сегодня. И очень часто Равинов спрашивает эти вопросы. А именно Мишна обсуждает мнение раби-яхуды. И так халаха следует, что если есть тписат-яд, как говорится, если у балаба, это у хозяина дома, есть тписат-яд. Я сейчас объясню, что это значит. То тогда больше ничего не требуется. Не нужно делать эйровые, соответственно, не нужно покупать у неевреев тоже владение. Если хозяин во всех квартирах, которые он сдает, имеет определенные права, так сказать, тписат-яд, можно перевести как, ну, дословно это хватает, может, так сказать, то песто что-то хватать рукой. Что у него есть какие-то остались привилегии на эти квартиры. И это очень частая ситуация, что, допустим, еврейский хозяин дома сдает много квартиры. У него там есть в том числе жильцы нерелигиозные евреи и неевреи. И жильцы евреи спрашивают, что им делать. Нужно ли им делать, да, они хотя бы между собой, они могут сделать эйров, допустим, но ведь тогда еще нужно покупать владение неевреев и нерелигиозных евреев. Да, тут есть, правда, концепция, которая уже касалась гемора ее раньше, что иногда можно купить у кого-то другого, например, у супера, да, если какой-то человек, который их как бы, ну, в данном случае суперинтендент, это как дворник, который здесь, в Америке, во всяком случае, в каждом доме, этот супер, он как посланник всех жильцов. Поэтому можно у него, видимо, купить за, чтобы не выкупать у каждой квартиры. Но вот вопрос, если владелец самого дома религиозный еврей сам, тогда, может, вообще ничего не нужно покупать, потому что он же владеет всеми этими квартирами, но он их сдает. Так вот здесь как раз играет роль вот эта идея «отписать яд». Считается ли, что когда сдаешь квартиры таким образом каждому, да, то если у тебя еще остаются какие-то виды имущества в этих квартирах, которые в субботу не сдвинуть, очень тяжелые или мукца, то ты еще все как бы не полностью им сдал, как бы у тебя есть до сих пор права на эти владения. И тогда, если владелец религиозный, то получается, что больше ничего не требуется. Так вот некоторые современные раввины постановили, что в Америке получается всегда, так как у нас по закону обычно штатов, в Нью-Йорке так, наверное, во всех штатах так, если владелец сдает квартиры, то там всегда должна быть печь, плита, и должен быть холодильник. Да, у него, получается, есть какие-то его предметы в квартирах, которые он сдает. И, получается, если владелец религиозный, то больше ничего не требуется. Он уже имеет «отписать яд». То есть весь дом как бы его остается в каком-то смысле. Но были раввины, которые не согласны со всей этой логикой, считают, что такие вещи, как холодильник и плита, они не отписать яд, потому что они сдаются, наоборот, вместе с квартирой тому, кто их снимает. Да, это не совсем то же самое. «Тписать яд» – это идея, что у меня, я вам сдал квартиру, но оставил определенные права. Я свои вещи оставляю у вас в квартире, вы не можете возражать. Поэтому говорится, что я не полностью, так сказать, отпустил эту квартиру из своих рук, я еще все топец, да, я еще все захватил ее частично. Но если, наоборот, у меня по праву штата, по закону штата, я обязан вам еще предоставить, кроме квартиры, вдобавок плиту и холодильник, то это адрабо, никаких у меня прав по отношению к вашей территории нет. Наоборот, я еще должен вам предоставить какие-то предметы, которые вместе с квартирой сдаются, и это, да, если сломается, я вам должен другой поставить. Но это не тписать яд, по мнению других раввинов. Поэтому до сих пор есть диспут, получается, можно ли положиться, да, в домах, где владелец религиозный еврей, можно ли положиться на это, и никакой больше эйрув и никакой схирут не делать. Вот если человек хочет быть строгим, тогда все равно, если сделать эйрув, это же несложно, без брохи, конечно, на всякий случай, вдруг не нужен эйрув. Сделать эйрув, да, взять мацу какую-то, да, чаще всего будут мацу, как я уже рассказывал, дать кому-то приподнять для всех остальных жипцов, чтобы они были, да, не обязательно, чтобы это был жилец, которому дают приподнимать, я уже рассказывал, что желательно не брать членов семьи, есть диспут, можно ли жены, например, дать приподнять, или детям, если они едят у тебя за столом, и в этом есть диспут. Поэтому лучше чужого человека, соседа или любого другого еврея, дать ему приподнять этому мацу, и без брохи сказать, что с помощью этой мацы я перемешиваю владения, чтобы все, да, чтобы это был эйрув хацерод наш, чтобы мы могли все носить внутри этого дома. А потом, вдобавок, дать доллар, допустим, Суперу, и сказать, что я у тебя арендую все твои, да, все квартиры, так сказать, нееврейские, ну, можно, наверное, без слова нееврейские, в общем, арендую у тебя все твои права на квартиры, он как бы, как говорится, схировали кито, да, он как бы и посланник, и работник для всех остальных, и Супер достаточно, по многим мнениям, у него снять, да, арендовать, так сказать, остальные помещения до такой степени, чтобы можно было хотя бы для нас носить, да, это все с целью, чтобы носить в общем коридоре, чтобы носить из нашей квартиры, например, в квартиру друга религиозного еврея в субботу, да, через коридор или на другой этаж, но вот носить в своему квартиру другого нерелигиозного еврея, это уже не так очевидно, или в квартиру не-нееврея, да, если нам что-то нужно ему принести, то это уже не так очевидно, насколько права есть у супера по отношению к мамыш-квартире чужой. Поэтому лучше так не делать. Лучше в чужую квартиру ничего не заносить, если это нерелигиозные евреи снимают эту квартиру. А вот в общий коридор, хотя бы уж на это точно, достаточно права у супера, чтобы общий коридор сдать нам, арендовать нам так, чтобы можно было там носить все права, так сказать, не еврейских жильцов, не религиозных жильцов, но общий коридор, что эти права он может нам сдать. Вот это самый идеальный вариант. Но те, кто полагается на мягкое мнение, есть на что положиться. Это все, если владелец, как я сказал, религиозный еврей. Если владелец не еврей, но он тоже, получается, имеет свои вещи в чужих домах, или если даже религиозный еврей, но он не живет в этом доме, есть много разных неуверенностей тоже. Но в основном случае, если это религиозный еврей, но он не живет в доме, можно больше быть мягким. В общем, все эти законы конкретно нужно спрашивать у Равина. В каких случаях можно полагаться на эти мягкости. И я просто хотел ваше внимание обратить Потому что именно из нашей гемора Из нашей суги выходит эта идея И если вам нравится это видео Пожалуйста, жмите лайк